Ну что, от отрадинского закона начнём? Я думаю, не будем с вора сваливать. Пойдём двумя гонами. Ну что, от отрадинского начинать будем. Райву! Зачем так много спиртного? А вот это отдых. Этого-то, боюсь, не хватит. Но я не хочу пить. У нас это дело добровольное. Насильное никто лить не будет. Милиционер родился. Тирала на речке бельё красавица Элли. Поскользнулась на кусочки мыла и упала. А парень Юси мчался на велосипеде. Попало колесо в ямку и упал Юси прямо на раму велосипеда. Теперь Элли и Юси не могут любить друг друга. Но за искусство. Обыкновение на пусто. Эй! Грираева! Давай! I'm sorry! I don't usually drink. I don't want to drink. Девчоно говори! Говорит, не пьёт! Не пьёт? Нет! Нет! Знаю, как вы не пьёте! Давай, не нарушай традиции о том, вот и не будет! Давай, давай! You must drink. It's Russian hunters' tradition. Да, да, да. Ну, за встречу. Вот что мне нравится тебе, Михалыч, это то, что ты емкие содержательные тосты вытаешь. Ну, за красоту. Вот, наш человек. Оставь его. Пусть отдыхает. Не волнуйся. Он устал. Работает в полиции. В уголовном розыске. Так как у нас Рустик сегодня проставляется вот за такие вот красивые большие звезды. Рустик, а там где есть? Ну-ка. Бульк. Ну, как говорится, по случаю. Товарищи офицеры, разрешите представиться. По случаю с неочередным воинским званием майор. Не буду обозначать, кто. Красава, красава. Вот она звезда и на погон. Итак, ребят, всем привет. У вас с экранами все в порядке. Мы просто на ночном копе. У нас компания собралась из шести человек. Возможно, утром приедут еще люди. Но сегодняшнее видео будет именно связано с шурфом. Сейчас мы немножко отдыхаем. Только что приехали, разбили большой лагерь. У нас застолье. Пацанов вы, наверное, всех знаете. Это, конечно, Рустик, Серега, Женька и Леха. Вот именно этот Леха. Новичок, который с нами сегодня решил вообще первый раз прибор взять и залезть в какую-нибудь дымовую яму. В общем, мы сидим здесь, сейчас обсуждаем. И сюжет у нас получился, знаете, как из национальности русской охоты, если не ошибаюсь. Финн, который приехал к нам на коп первый раз, а мы, знаете, уже часа два, да, ребят? Ребят, уже два часа, два часа собираемся на коп. Уже из-за стола четыре раза. Блин, ребята, не совру, четыре раза мы уходили. Давайте сейчас по римашке и отправимся на шурф. Все никак, ребят, уже два с половиной часа. Вроде как на ногах, да? И вот сейчас вот мы все-таки решили отправиться на шурф. При первой же находке мы обязательно включимся, ребят. Компания у нас у костра. Все слушают внимательно, что я говорю. Но у нас тут очень-очень весело. Так, ребят, приехали сотрудники милиции, мы сейчас будем с ними общаться. Кто стрелял? Вы стреляли? Семенов. Водку, будешь? Водку? Водку. А я думаю, что за шум? Дайте в отдыхайте. Итак, ребята, после того, как я начал видеосюжет, прошло еще полчаса. До сих пор сидят за столом. Ни хрена не заставишь. Я говорю, пошлите, пацаны, пошлите. Ни в коем случае. Леха прибор уже включал три раза и ходит возле машины. Пытается что-то отыскать. Так что, ребят, попытка номер два. Возможно, сейчас все-таки пойдем. Ага, понимаю, меня тоже на бабку тянули. Только сейчас поздно, всех разобрали. Если только коровник, коровы, доярки, понимаешь, доярки. Ты и я идем дояркам. А, милый. Ты и я едем к коровам, чтобы любить, понял? Я не очень хочу делать это с коровами. Зеня. О, ты что, принарядился, на танцы, что ли? Кузьмич зовет заниматься любовью с коровами. Нельзя отказывать Кузьмичу. Я бы сам, да не могу изменить ей. Ну, а ты поезжай. Пацаны, мы до сих пор никак не уйдем. Пацаны, все за столом. Еще полчаса прошло. Может быть, минут сорок. Ну, ни в коем случае. Ярик, самый молодой комрад, у нас уже спит. А мы никак, никак не уйдем, ребята. Как это, блин? Так что... Слышите, уже тост толкают. Продолжает уже там что-то с молодостью связанное. В общем, ребята... Пьете, да? И пьете, и пьете, и пьете, и пьете. Что вы в ней нашли? И пьете, и пьете. Ну, такой яд. Нет, у меня такое же бывает тоже. Знаешь, бывает, схватит, держит и не отпускает. И тогда или вот это, или к бабам. А лучше все вместе сразу и много. Вот этот вот, Лёха, он уже не хочет совсем копать, совсем не хочет копать. Вот так вот мы поздравляем нашего товарища, ну мы всё-таки идём, всё, вот купить дай, видео всё-таки начнётся. Пойдём, пойдём, пойдём. Мы сейчас догоним и пойдём, Юрца, день рождения. У кого? Юрца. У какого Юрца? О, стоп, Женя. У Женьки. Жень, за твоё здоровье, Каменных, за твоё. Красный Яр. Давай. Бам-бам-бам. Молодцы, ребята. Моя малая родина, Красный Яр. Опа-на. Ну, Жень, мы идём. Точно, точно идём. На коп. Идём. Национальности русского копа, ребята. Идём. Так и назвать. Идём, идём. Ага, ну-ну. Сейчас ещё, блин, и всё, останемся точно до утра, ребята. А утром у нас планируется огородный мотор. Мотор. Итак, ребята, ну что, всё-таки мы двинулись. Лёха, тот самый, который Финн, не сумел спать ушёл. Рустик с Серёгой Тама. Мы с Женьком. Женёк здесь фундамент какой-то разрабатывает. Ямка была здесь, ямка была тут. И между ними сигнальчик. И вот такая вот что-то крупная. Крупная монета. Давайте вместе с вами посмотрим, что это. О-о-о-о-о-о-о. Вензеля. Вензеля Елизаветы. И по размеру двушка. Нифига себе. Смотрите. Вот это, да. 300 будет. 320 было. Вот это сигнал. Огонь, 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 огонь. Класс. Фундик, в принципе, тогда перспективный. Есть изделение здесь. Лиза затесалась. Класс. Итак, ребят, блуждаю, хожу вдоль фундамента. Женька продолжает шурфить. Я верховые подымаю. И вот, смотрите, выпала монетка. А, это двушка. Двушка Николаевского образца. Тонкая. Значит, наверное, Александровская. Ладно. У тебя тоже монеток? А что там у тебя? Ну-ка, давай. Посмотрим. Так, монетка. Ну, среднего, среднего сахара. О, это, наверное, трёшка. Это совет, по-моему. Трёшка, 24, наверное. Ну-ка. Да, похоже. Не знаю, ребят, если чё-то интересное, я сейчас обязательно включусь. Ну, не знаю. По размеру трёшка чё-то тонкая. Ладно, сейчас посмотрим. Ребят, откопали вот такое колесо вместе с Серёгой. Между прочим, колесо достаточно интересное. Ну, камеры не было. Бортать нету под резину. То есть, было дерево, наверное. Ну, блядь, эти, блин, похожи на спицы, да, прям вот как эти. Как новоделы, да, спицы. Но колесо древнее. Ну, хотя здесь ступица, может быть, и подшипники были. Ну, как подшипники здесь, куда их? Ну, вон, ну, вон, видишь, это пас. И здесь какие-то... А здесь, здесь ни резину не забортовать, ни камеру, ни... Как? Очень интересная находка такая, знаете, блин. Колесо, такое ощущение, блин. Ретро-карета какая-то, блин. Ну, маленькая карета. Ну, нормально, чё, блин. Какой диаметр? 16, наверное. Ну, смотри, сколько здесь. 20. 45, 50. Ну, да, вещица очень интересная, ажурная такая. Сначала появился вот такой вот корт. Серёга говорит, ну, это не колесо. Нет, потому что бортов. Да, потом как-то, знаете, блядь, вроде. Интересная вещица, конечно, очень интересная. Что-то древненькое. Ну, фундамент мы как бы не разрабатываем, просто ещё верховые ищем, смотрим сигналы. Вот, так что, вот такая первая большая такая находка на этом фунде. Ах, Кинг, смотри, как понравилось. Да, да, ему большое колесо понравилось. Колесо. Ну, а нас уже луна в полном свете. И-и-и-и-и. Блин, Кинг ноги, зараза, поломает, блин. Итак, ребят, пришли мы погреться. Замёзли, жесть, ребята. Приодели штаны, приодели, блин, бахилы. Чё только не одели, вон, поменяли ботинки даже. Жесть, я двое шерстяных носков одел. На улице минус. И вот смотрите, чё здесь за хрень. Еб-ты. Ребята, пиво, е-п-ты. Это пиво, это градусы замёрзли. Ешкин кот. А водка там не замёрзла, ребят? Нет. Ребят, пиво замёрзло. Ой, упало. Пиво упало. Ребят, смотрите, лёд, пиво упало, вон. Охренеть. Короче, как говорится, за рыбалку. Я тебе докажу, кто из нас рыбак. Сейчас, как рванёв, вся рыба в речи отслывёт. Все умилят, как я рыбу могу ловить. Ты на миту не поверёшь, сейчас я рыбал, а я их удастся. Стоять! Сырно! Завтра же на охоту. Всем спать. В общем, завтра проснёмся и отправимся на огороды. Если огороды нам, а они дадут точно, мы всё равно приедем сюда ночевать и продолжим ночной коп. А сейчас, пожалуй, наверное, спать. Ещё раз спать. Так что, ладно, завтра встретимся. Итак, ребята, продолжаем свой коп. Начинали мы четвером. Сейчас нас уже восемь человек. Позади меня лагерь. У нас там сколько? Шесть машин. В общем, все шурфят. Смотрите, раз команда шурфит. Вон там вторая команда шурфит. Мне жарко. Я поменял прибор, взял ваниш. Хочу походить по верхам. Посмотрим, что из этого выйдет. Шурфит мне что-то, честно говоря, сегодня не хочется. Может быть, завтра. Ну, а так в целом. Пойдём, посмотрим, кто чего накопал. Чё нашли? Извини. Я не понимаю смысла этой охоты. Смысл? Смысл накормить? И напоить? Это очень гуманно. Милиционер родился.